Будучи детским писателем, Корней Чуковский принёс с годы юности многих ни одного сказочного персонажа. Первым сочинением для деток стала поэма «Крокодил», которая, по словам автора, была написана совсем случайно. «Жил да был крокодил, он по улицам ходил». Однажды, во время поездки на поезде со своим 11-летним сыном Николай-младший приболел. Тогда, чтобы отвлечь ребенка, Чуковский начал сочинять на ходу. «А, знаю! Крокодил!» Впоследствии сказка была переименована, а на экраны в 1984 году вышел мультфильм «Ваня и Крокодил». Художники экранизировали сказку, применив плоские и объемные фигуры. Сказки «Майдадыра и Тараканище» родились весной 21-го года прошлого столетия. В 1963 году выйдет мультипликационный фильм. Художник-постановщик Петров не использует в качестве сказочного образа самого сказочника Чуковского. А имитацией голоса выразительной и точной занялся советский артист-эстрадой-продист Юрий Филимонов, удивительно схожий с голосом Чуковского. «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед!» Были экранизированы сказки «Майдадыр», «Муха-Цокотуха», «Бармалей» и другие. «Муха-Муха-Цокотуха, посолоченная ебрюха!» «Муха-Кополю пошла, муха-Денюшку нашла!» «Муха-Кополю пошла, муха-Денюшку нашла!» «Пошла муха на базар и купила сапога!» Каждый фильм направлен не только для развлечения маленького зрителя, но также для воспитания человечности в ребенке, показывая на примере сказочных персонажей, что такое зло и добро, вызывая чувство сопереживания и сострадания, направляя на путь справедливости. В работах Чуковского пытались найти политический подтекст, неоднократно критики высказывались не в пользу писателя, и сам Чуковский также старался не допускать острых фраз, не давая лишний раз повода для вопросов. Он продолжал публиковаться долгие годы, а преемником его творческого таланта стал его сын. Окружение отца повлияло на будущее Николая Чуковского. И он также занялся писательской деятельностью, переводами прос и поэзии. Образы мультипликационных персонажей, экранизированные по сказкам Чуковского, неоднократно использовались в рекламных роликах, к примеру, «Мой дадыр» в рекламе сантехники, в другой рекламе про средства от комаров. И это в очередной раз доказывает, что дворения автора укоренились, они исчезли без следа. Жил да был, жил да был, был да жил, жил да был.